Здравствуйте! В чем разница между Ветхим и Новым Заветами? Казалось бы, праздный вопрос, но кто же этого не знает? Мы все говорим о Новом Завете, о Ветхом Завете. Вот так было в Ветхом Завете, а вот так в Новом Завете. В проповедях часто слышим, мы в Новом Завете. И как бы все знают, что это такое. Но вот что интересно. Как это ни странно, в христианстве сложилась довольно парадоксальная ситуация. Мы все часто пользуемся этими понятиями. Ветхий Завет, Новый Завет. Но вот как только просишь кого-либо объяснить разницу между заветами, практически никто не может объяснить. А в чем она? По крайней мере, когда я задавал этот вопрос своим собеседникам, все, кроме одного человека, это был пастор Баптистской Церкви, не смогли ответить на этот вопрос. Был еще один брат, который очень близко к истине ответил на вопрос. И все. А ведь это очень важный вопрос в христианстве. И от правильного понимания этой разницы между заветами зависит очень и даже очень многое в христианском учении. В конце темы я отмечу, что я имею в виду. Ответы на мой вопрос, когда я его задавал, были самые разные. Причем иногда вот даже такие. Одна сестра утверждала, что в Ветхом Завете не было милости Божьей. В этом вся разница. И подчеркнула, если я с ней не согласен, то нам вообще не о чем говорить. Другие утверждают, их достаточно много, это очень распространенное мнение, что в Ветхом Завете спасались законом, а в Новом Завете благодатью. На что я обычно спрашиваю, а можно ли вообще спастись законом? Нет, отвечает неуверенно. Откуда вы это знаете? Апостол Павел пишет. Хорошо. Павел это знал. А Бог, заключая завет, это знал, что законом спастись невозможно. Наступает пауза. Сказать Бог не знал? Ну смешно, конечно. Павел знал, а Господь не знал. Сказать знал? Возникает вопрос. Если знал, что спастись делами невозможно, почему поставил условием спасения дела? Коль это заведомо невозможно. Я говорю, вы понимаете, каким вы себе и другим представляете Бога? Представьте себе молодого отца, который обещает малышу купить его мечту, велосипед. Если тот перепрыгнет в трехметровую лужу, которую и взрослые-то не осилят. И вот малыш пытается, прыгает, уже весь мокрый, каждый раз падает в лужу, вымазался. Отец его подбадривает. Давай, давай, сынок, у тебя все получится. Я куплю тебе велосипед, ты же его хочешь, правда? Что бы вы сказали о таком отце? Что-то очень нелестное, верно? А ведь именно таким вы себе представляете Бога, утверждая, что в Ветхом Завете Богом было поставлено спасение от закона. Богом, который изначально знал, что это невозможно. Вот как это? Однозначно, спасение в Ветхом Завете тоже было по благодати. Когда согрешивший приносил жертву за грех ягненка, ему ведь грех прощался, не так ли? Но ведь по словам Павла, кровь жертвы не способна смыть грех. Так каким образом грех прощался? По благодати. По вере в милость и благодать Божью. По вере в грядущего Атмса, на который будут возложены и его грехи. Некоторые христиане вполне серьезно утверждают, что в Ветхом Завете вообще благодати не было. И в этом вся разница. И когда я напоминаю слова апостола Павла, что с приходом закона на Синае умножилась благодать, это пятая глава римлянам, и само слово умножилось уже означает, что благодать была и до закона. А теперь вообще умножилось с появлением закона. Для некоторых моих собеседников это звучит как откровение. Оказывается, благодать была даже и до закона. Наверное, вы такие утверждения тоже слышали. И вот вопрос. Как же так получилось, что практически мало кто знает, в чем суть Нового Завета? И в чем разница между Заветами? И еще тоже очень важный вопрос. Почему служители своих проповедей практически не касаются этой темы, разницы Заветов? Я объясню это в конце. Ответ на этот вопрос тоже очень интересный. Итак, в чем разница между Ветхим и Новым Заветами? Во-первых, нам нужно отметить, что такое Завет. Не все христиане знают, что это такое. На прошлой неделе я прочитал в одном комментарии под видео буквально следующее. Жизнь Иоанна Крестителя была привязана к эпохе Старого Завета, потому что Новый Завет начинается с момента пролития крови Христовой, на которой утвержден наш с ним Завет. В этот период и апостолы часто поступали по требованиям Старого Завета. То есть понимается, что Завет – это период времени. Старый Завет – это период от Синая и до Голгофы, Новый – от Голгофы и до Второго Преселения Христа. Это не совсем так. Период времени не может быть Заветом. Время – это время Завета, время, в котором действует тот или иной Завет. Но это никак не сам Завет. Завет – это выражает современным языком договор, союз. Есть две договаривающиеся между собой о чем-то стороны. И они заключают между собой договор, Завет. И эти стороны берут на себя определенные обязательства. Господь, заключая Завет с человеком, обязуется со своей стороны всячески благословлять человека, защищать его, хранить и быть Богом человека. Человек со своей стороны обязуется иметь Господа своим Богом и быть ему верным. То есть жить в согласии с его волей, соблюдать его заповеди. И вот это суть Завета между Богом и человеком. То есть Завет – это отношение. Бог обязуется иметь какие-то отношения с человеком. А человек со своей стороны обязуется иметь правильные отношения с Богом, такие, какие хочет Господь. Все эти составные Завета мы хорошо видим в том Завете, который заключал Господь с Израилем у Синая. Суть его – если вы будете верны, мне говорит Господь, и не будете идти вслед другим богам, и будете соблюдать все мои уставы и законы, то я благословлю вас. И дальше идет перечень благословений. И народ сказал – все, что ты сказал, исполни. Это было их обязательство. И был заключен союз между Богом и Израилем – Завет. Но, как мы знаем, этот Завет между Богом и Израилем не устоял. Почему? Почему Ветский Завет не устоял, и в чем его разница с тем Заветом, в котором находимся мы, и который назван Новым Заветом? В чем разница? За основу рассмотрения этого вопроса я возьму книгу баптистского служителя, преподавателя Минской баптистской семинарии, профессора богословия, Романа Дегтяренко «Новый человек во Христе». Книга эта посвящена теме возрождения человека. Тема же возрождения человека тесно связана, она просто переплетена, с темой Нового Завета и разницей между Заветами. Говоря об этой разнице и самой сути Нового Завета, в чем она, Дегтяренко в своей книге приводит слова апостола Павла. Они записаны в Послании к Евреям, 8 глава. Там Павел цитирует слова Божьи, сказанные через порока Иеремию. «Вот наступают дни, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их. Тот завет они нарушили». Господь здесь говорит, что однажды Он заключит Новый Завет. И вот вопрос. А в чем суть этого Нового Завета? В чем будет его отличие от прежнего? Ответ в 33 тексте у Иеремии. «Вот завет, который я заключу с Домом Израиля после тех дней, говорит Господь. И вот дальше самое важное. Дальше идет изъяснение сути этого Нового Завета и самой разницы между заветом. В чем она? Так в чем она? «Вложу законы мои во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, а они будут моим народом». Вот, дорогие, суть Нового Завета, которую озвучил сам Господь через порога Иеремию. И Павел говорит в своем послании к евреям, что, это восьмая глава, что это время наступило, время Нового Завета. То есть время, когда законы и заповеди Божьи будут в разуме человека. А где они, эти заповеди Божьи были раньше? Дегтяренко пишет. «Природу Ветхого Завета можно объяснить одним словом – внешней. Грех был написан внутри на невозрожденных сердцах, а закон снаружи на каменной скрижале. В результате закон не принадлежал внутренней природе людей». 45-я страница. Далее он пишет. «В Новом Завете Господь сделает закон внутренним, частью внутренней природы его народа». Это обещание является одной из ключевых частей Нового Завета. В этом своем утверждении Дегтяренко ссылается также на известных богословов. Брюс. «Недостаток заключался не в законе Завета. Закон был добрый. Необходима была новая природа, сердце, не порабощенное грехом. Новый Завет был новым только потому, что давал новое сердце». Вы замечаете, проблема была не в самом Завете. Завет был хороший, условия были хорошие, желания были хорошие, намерения Божьи были хорошие, обетования были хорошие, законы были хорошие. Но проблема была в самих людях, с которыми Господь заключал Завет. Они были невозрожденными людьми. И в результате этого Божий закон был им чужд. Господь говорит, я заключу Новый Завет. И в чем ее отличие? Вложу мои законы в разум. Раньше они не были в разуме человека, а теперь будут. Закон, здесь Дегтяренко цитирует Хейбла, «станет частью природы человека». Страница 49. Вот это, дорогие, первое отличие Нового Завета от Ветхого Завета. Божий закон становится частью разума, частью природы человека. Каким образом это становится возможным? Через возрожденное сердце. Это еще одно отличие Нового Завета. Цитирую. Написание Богом закона в сердцах включает в себя возрождение Святым Духом. И еще. Новый Завет включает в себя возрождение сердца человека. Новый Завет на общении с Богом возможно только для возрожденных людей. В этом есть коренное отличие от Ветхого Завета. Страница 50. Объясняя природу возрожденного человека, Дегтяренко цитирует Бергхофа. Новый нрав, то есть состояние возрожденного человека, находящегося в Новом Завете, это Божий закон, написанный в сердце. А сам закон является отражением Божьей Святой Природы. Итак, вы замечаете, что такое Новый Завет? Если кратко, здесь два момента. Первое, это возрожденное сердце. И второе, в этом возрожденном сердце находится вписан Божий закон. И на странице 52-й роман Дегтяренко подводит итог. На основании изученного нами в этом великом пророчестве Иеремии можно сделать следующий вывод. Новая природа является постоянным новым нравом, состоящим из закона Божьего, вложенного Богом Святым Духом в сердце человека через возрождение. Вот что такое Новый Завет. В своей книге Дегтяренко освещает тему более широко. Цитируя других авторов, я передаю саму суть. То есть, другими словами, в основном вся разница между Ветхим и Новым Заветом в том, что в Новом Завете закон Божий, данный Богом на Синае, записан в сердце человека, в его разуме. Человек любит Бога, его закон и хочет жить по его заповедям. И такой человек назван возрожденным человеком. Соответственно, Ветхий Завет – это когда человек, хотя и признает Божий закон, но жить по нему желания нет. Он не записан у него в разуме. Он не стал частью самого человека, как он является частью самого Бога. Здесь Дегтяренко приводит слова другого автора. Закон – это выражение природы Бога. Говоря о законе, имеется в виду, конечно, в первую очередь, десять заповедей – Деколог. Потому что Деколог представляет собой нравственные законы. Деколог – это основа нравственности вообще. Потому что, как я уже отметил, он представляет собой нравственную сущность Бога. В своем законе Господь выражает свое отношение ко злу и ко греху вообще. Почему и написано, что закон Божий свят и вечен. Потому что свят и вечен Бог, и вечно его негативное отношение ко греху. Вот в чем разница между Ветхим и Новым Заветом. Дорогие, хочу еще раз это повторить. Это важно. В Новом Завете закон Божий вписан в сердце человека. И такой человек назван возрожденным человеком. А в Ветхом Завете он не был вписан. В Ветхом Завете человек отвергал Божий закон. Вот в этом, как пишет Дегтяренко и другие протестантские богословы, на которых он ссылается, и заключается разница между заветами. Конечно, мне могут возразить и возражали, что разница не только в этом. Например, в Ветхом Завете проносили жертвы, а в Новом Завете их нет. В Ветхом Завете было обрезание. Ну и еще немало другого, чего нет в Новом. Как здесь разобраться и как это все понять? Хочу напомнить, что такое завет. Завет – это договор, в котором человек обещает исполнять волю Божью, его законы. А Господь со своей стороны благословляет человека. Так вот, законы – это не сам завет, это наполнение завета. То, что человек в договоре обещает со своей стороны исполнять. Законы Бог может менять, что-то еще может меняться. Неизменным остается одно – обещание сторон. Это суть завета. Вот когда человек отказывается исполнять свое обещание, служить Богу, исполнять его волю, то вот это и есть нарушение завета. Господь оставляет за собой право со временем, когда что-то меняется в жизни, что-то менять в списке законов завета. Что-то упразднять, что-то добавлять. Но это никак не влияет на сам завет. В завете, который Бог заключил с Израилем, были законы неприходящие. Это, во-первых, 10 заповедей. А также все законы, касающиеся морали. Эти законы выражают характер Божий и его отношение к греху. Поэтому это вечные законы. Те же 10 заповедей. Но были законы, данные на определенное время. Например, так называемый закон о лопатках. Он относился к законам санитарии. И пока Израиль находился в пустыне, эти правила были необходимы. Это было необходимо на какое-то определенное время. Когда же Израиль поселился в обетованной земле, обустроился, этот закон перестал быть актуальным. Также законы о жертвоприношениях, они исполнились во Христе и потеряли свое значение. Но это вовсе не значило, что коль какие-либо законы Бог упразднил, то теперь завет между Богом и Израилем на этом бы и закончился. И Бог заключал бы новый завет. Нет. Новый завет, о котором говорит Господь за Иеремию, это вынужденная мера по причине неверности человека, а не изменение каких-то законов. Как я уже сказал, Ехтеренко в своей книге отмечает, что все отличие нового завета от Ветхова, это Божий закон, вписанный в возрожденном сердце человека. Это не его идея. Это Господь говорит через пророка. Вот, дорогие, что такое Новый завет, его суть, и в чем ее разница от Ветхого завета. На этом можно было бы и закончить тему о разнице заветов. Если бы не один очень важный, на мой взгляд, вопрос. Когда в последний раз вы слышали проповедь, где бы объяснялась эта разница? Почему об этой разнице между заветами практически никто из проповедующих не говорит? И в результате, кого бы я ни спросил, говорят что угодно, но только не то, что пишет Павел. Почему? Ведь мы в христианстве много говорим о заветах, и нам нужно понимать, а в чем разница между ними? Почему в таком важном вопросе существуют разные понимания относительной разницы заветов? Как я уже сказал, это и то, что в Ветхом завете спасались законами, и что в Ветхом завете не было благодати, и многое другое. Но не говорят то, что действительно является сутью, и о чем говорит Библия. Почему? Я постараюсь объяснить, почему об этом не говорят. И знать, почему не говорят, пожалуй, не менее важно для нас, чем понимание разницы заветов. Если говорить коротко, объяснение сути заветов ставит, или может поставить, проповедующих в очень неудобное положение. Почему? Обратите внимание, о каких законах говорит Господь через прокоеремию, что в Новом завете он вложит эти законы в сердце человека, и человек будет хотеть их соблюдать. О каких законах идет речь? Существует учение, что 10 заповедей, а также другие заповеди, данные на Синае, они входили в Ветхий завет. Это заповеди Ветхого завета. А в Новом завете Христос дал нам совсем другие заповеди. Но обратите внимание, о каких заповедях говорит Господь, что Он вложит их в сердце человека. Как это ни странно, может быть, сегодня для кого-то, но речь идет о тех законах, которые Господь дал на Синае. И в первую очередь нужно отметить 10 заповедей. И вот здесь у многих возникает или может возникнуть вопрос. Коль Господь намеревается в Новом завете вложить эти заповеди, данные в Ветхом завете, в сердце человека, и это и есть суть Нового завета, то как бы с четвертой заповедью, говорящей, помни день субботний, чтобы осветить его? Как быть с нею? Возникает проблема. Значит, и эту заповедь тоже нужно соблюдать. И она тоже должна быть в разуме и сердце человека, ведь она часть закона. Ведь что говорят обычно пасторы, когда их спрашивают относительно соблюдения субботы? Стандартный ответ. Суббота – это Ветхий завет, а мы в Новом, поэтому нам суббота не нужна. Самый ходовой ответ. Но ведь разница между заветами оказывается не в субботе или самих заповедях, а как раз в том, что все эти заповеди должны быть в сердце человека. Это оказывается суть Нового завета, в том числе получается и суббота должна быть в сердце, как часть закона. И как вот пастору объяснять, что вся разница между заветами – это любовь или же наоборот пренебрежение к Божьему закону? Сразу же возникает этот вопрос о субботе. Почему же в таком случае мы не соблюдаем? И что ответить? После такого объяснения разницы заветов уже не скажешь, что суббота – это Ветхий завет, и она нам не нужна. Это просто вызовет недоумение. Потому что если суть Ветхого завета – это нежелание соблюдать Божьи заповеди, если ты не соблюдаешь субботу, пренебрегаешь ею и учишь этому других, то ты по сути как раз и оказываешься в Ветхом завете, а не в Новом. Если ты призываешь не соблюдать субботу, то ты призываешь жить по Ветхому завету. Потому что, как мы уже рассмотрели, Новый завет – это как раз любовь к Божьему закону и желание его соблюдать. И что ответить? Почему субботу не соблюдаем? Ответа нет. Самое удобное было – суббота – это Ветхий завет, она нам не нужна. Но если народ понимает разницу заветов, так уже не скажешь. А что сказать? Поэтому тема заветов практически замалчивается, как и тот факт, что суббота соблюдалась Новозаветной церковью еще три столетия и была отменена католической церковью в 364 году. И вот здесь возникает еще один неприятный момент. Принцип протестантизма – Библия и только Библия. А получается, следуем не Библии, а решению Ладийский собора, на котором было принято это решение. И как быть? И пасторы, которые учат против субботы, все это понимают. Может, не все, многие сами не знают этой разницы заветов, их тоже так научили. Поэтому этот вопрос о разнице заветов и не освещается в должной мере. Это может родить ненужный вопрос. Или вот еще, например, когда говорят, что суббота нам не нужна, в ходу также такие вот тексты. Мы не под законом, а под благодатью. Мы умерли для закона. То есть продвигается мысль, что сегодня нам закон не нужен, в том числе и суббота. Ну и как тут говорить о законе в сердце и разуме, когда говорят, что нам закон не нужен? Это же прямой диссонанс. Закон нам не нужен, это как раз оказывается суть Ветхого Завета. А сегодня эту фразу, закон нам не нужен, мы под благодатью, довольно часто можно услышать. Поэтому самое простое, это вообще не говорить о разнице заветов. Это создает проблемы. В порядке примера приведу мой опыт общения с одним пастором в Ютюбе. Мне кажется, этот случай очень наглядно иллюстрирует ситуацию. Я сказал вначале, что только от одного человека, пастора, я услышал верное освещение вопроса Завета. Я как-то случайно попал на видео и тему этого пастора в Ютюбе. называлась она «Умершая для закона». Это было начало моего заочного знакомства с ним. И началось оно довольно-таки хорошо. В отличие от многих других проповедующих, он в своих проповедях, я прослушал некоторые другие проповеди, он говорил вещи, которые являются истиной, на которые вы не услышите от других проповедующих. И я понял, что это человек, для которого истина важнее всего. За что я его, скажу прямо, зауважал. Это действительно умный и талантливый служитель. Хотя он меня и разочаровывал в своем отношении к истине. И вот в своих темах он прямо сказал, что в Ветхом Завете спасались благодатью, а не законом. Он признал, что раннехристианская церковь минимум полтора столетия еще соблюдала субботу. Он правильно осветил разницу между заветами. Но вот, когда я, и не только я, задали ему вопрос в комментариях, как же так? А он как раз далее вел темы о субботе и сказал, что нам суббота не нужна, потому что она в Ветхом Завете, а мы в Новом Завете. И нам закон Божий соблюдать не нужно. Если вы соблюдаете, то вы оказываетесь в Ветхом Завете. И вот, я ему задал вопрос. Но ведь суть Нового Завета, вы сами это сказали ранее, в том, что в Новом Завете законы Божьи, то есть 10 заповедей, должны быть в сердце. А сейчас говорите, что деколог нам не нужен. Если вы соблюдаете, соблюдаете заповеди, то вы в Ветхом Завете. Как это понять? Вы же сами себе противоречите. Вы же сказали перед этим, что соблюдение заповедей есть суть Нового Завета, не соблюдение Ветхого Завета. Как же вы сейчас говорите, что если вы соблюдаете субботу, соблюдаете 10 заповедей, то вы в Ветхом Завете. Как это понимать? Ну и некоторые другие вопросы возникли по теме, как, например, основа соблюдения субботы, по сути, это не четвертая заповедь, а бытие 2.3, где говорится, что Бог осветил субботу еще в Едеме, до грехопадения. То есть выходит, что ее соблюдал уже Адам в раю. И я объяснил, на основании чего это можно утверждать. Пастор пообещал ответить на все эти вопросы, но ответить практически ведь невозможно. И он это понимает, потому что он имеет богословское образование и понимает, о чем я говорю. Понимает, что допустил займоисключающие вещи в вопросе закона. Оставить без ответа подрывается авторитет. В комментариях к его видео есть серьезно обоснованные несогласия. А возразить нечем. Поэтому он просто стер почти все мои комментарии и меня заблокировал. Наверное, в своих проповедях он тоже больше не будет говорить о разнице между заветами, коль это вызывает вопросы, на которые ответить невозможно. Что в результате мы имеем? Правильное понимание разницы о заветах в протестантском богословии в принципе присутствует. Но озвучить эту истину в церкви очень сложно. Это рождает неприятные вопросы, на которые ответить невозможно. Проще эту разницу просто обойти. Проще, когда люди эту разницу не понимают. Меньший вопрос. И в результате истина заветов до людей в церкви не доносится. И когда у меня возникает с кем-либо дискуссия о субботе, кого бы я не спрашивал о разнице между заветами, никто из собеседников не знает, в чем она. А ведь это очень важный вопрос. Во-первых, мы часто говорим, что мы в Новом Завете, а получается сами не знаем, что это такое. Во-вторых, если мы знаем суть Нового Завета, то встает вопрос нашего отношения к субботе. И оказывается, все то, чего нам учили о субботе, это противоречит Писанию. И последнее. Почему это все важно нам знать? Потому что это, дорогие, касается нашего служения Богу, нашего послушания и пребывания в Завете, в Новом Завете. Насколько это важно послушание, вспомните хотя бы поклонение Богу Каина и Авеля. Вся разница в их поклонении не та жертва. Так ли уж велика была эта разница? И это при том, что Каин признавал Бога своим Богом, поклонялся Ему и даже первый принес Ему свой дар. Авель принес после Каина. Это тоже о многом говорит. Каин тоже любил Бога, по крайней мере, до своего ожесточения. Да вот только эта любовь к Богу не побуждала его верно следовать воле Божьей. Да какая разница, какая жертва, такая малость, не та жертва. Но я люблю Бога, и своей благодарности я принес Ему свой дар, чем и выразил свою любовь. Так ли уже это плохо? Разве не главное любить Бога? Но Бог не только его дар не принял, не принял и все его служение, потому что жертва должна была быть кровная, и Каин это знал. Но относился к этому, да какая разница? Оказывается, наша любовь к Богу проявляется в нашем послушании воли Божьей. Оказывается, для Бога есть разница. Сколько сегодня я слышу подобного? Да какая разница, суббота или воскресенье, вы так, а мы так. Главное, чтобы мы любили Бога. Это главное. Дорогие, если мы любим Бога, у нас должно быть желание следовать воле Божьей, и не может быть в нашем служении Богу такого. Да какая разница? Разница есть. И нежелание признать эту разницу раскаяться, привело Каина в конце концов к ожесточению и погибели. Нежелание видеть разницу между освященным Богом и не освященным Богом привело Надава и Авиуда к гибели. Они принесли на служение Богу огонь, который Писание называет огонь чуждый. Он не был освящен Богом для служения. Дорогие, не приносим ли мы сегодня Богу огонь чуждый? То, что Богом не было освящено, а что было освящено, отвержено нами. Неспособность Надава и Авиуда видеть разницу между освященным Богом и не освященным оказалась фатальной для них. Помните об этом. Суббота сегодня это тоже довольно важная сторона нашего поклонения Богу, потому что это часть нашего послушания Богу и верности нашему завету с Ним. И правильное понимание разницы между заветами помогает избежать очень многих ошибок и в понимании вопроса субботы и в нашем служении и почитании Бога. И заключение, коль мы уж заговорили о субботе, хочу сказать. Дорогие, вы не найдете в новозаветных посланиях в Евангелиях абсолютно ничего против субботы. Такого просто нет. Все, что вы слышите, это наносное. Там всегда присутствует или подгонка подписания, или искажение сути, сути или контекста написанного. Всегда. Я говорю это на основании опыта. Мне не раз задавали вопрос. А вот апостол Павел пишет. И когда мы с ним, с моим оппонентом вместе разбирали данный текст глубже, всегда оказывалось что там речь шла о другом. И когда мы добирались до сути текста, дискуссия обычно на этом заканчивалась. Возражений как правило не было. Если кто-то все же считает, что все же есть тексты в новозаветных посланиях против субботы, или же у вас есть какие-либо вопросы относительно субботы, что-то непонятно, напишите об этом в комментариях. Буду рад надо рассмотреть их. И постараюсь дать вам ответ в следующих видеотемах. Ну а если вы хотели бы знать более подробно, почему все-таки не четвертая заповедь, есть основа соблюдения субботы обытие 2.3, и на каком основании мы можем вполне обоснованно утверждать, что уже Адам соблюдал субботу в Едеме, хотя об этом и не написано, и почему никто из пасторов, имеющих богословское образование, не могут этому возразить, если вам это интересно, смотрим это в одной из следующих тем. Оставайтесь с Богом, и пусть Господь хранит вас на его путях.